Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередное видео про турбомикрореактивный двигатель, который помещается в ладони. Сегодня у нас второй день испытаний. Второй день буду пытаться заставить его работать. Первый день был не особо успешный. Сейчас я его разберу и постараемся проанализировать причину неудачи. Видно, что турбина подгоревшая. Видно, что подшипник в нормальном состоянии. Конечно, самый смертный грех, ребята, что я использовал подшипники без смазки. Но так как я их в общем-то сам и делаю иногда, то я думаю, это простительно для меня. Сопловой аппарат немного поджарился. Здесь вот есть даже какой-то белесый налет непонятный. Давайте разберем, посмотрим дальше. Возможно, слишком сильная пружина. И возможно, из-за того, что без смазки все это делал, у вала было большое сопротивление на оборотах. И он так и не смог выйти на устойчивый режим малого газа. Запускали и на керосине, и на газу. Для газа слишком маленькие трубочки я сделал. А на керосине тоже почему-то он отказался работать, зависал. Огонь шел, но дальше он не раскручивался. Даже при том условии, что я помогал пистолетом от компрессора. Может быть, конечно, струя у компрессора слишком маленькую скорость имеет. И не может до 100 тысяч оборотов раскрутить двигатель. Вот она камера сгорания, ребята, уже бывшая в работе. Видно, что нагрев был. И видно, что вот здесь вот нагрева практически не было. Он здесь минимальный. Здесь как-то... Ну это внизу, видимо, стекало топливо. Возможно, толк будет, если расширить вот эти вот отверстия, увеличить их. Будет больше поступать воздуха и больше сгорать в камере сгорания. Потому что сейчас, на данный момент, турбина даже практически не раскаляется до красна. Если разгон идет в штатном режиме, естественно. Это наводит на неутешительные мысли, что слишком много воздуха поступает. То есть либо крыльчатка компрессора слишком большая для этой турбины, либо слишком много отверстий охлаждения. Вот видно, что горит. Вот оно где-то в конце. А здесь оно даже не горело. То есть здесь очень маленькая подача воздуха получается. Что делать, ребята? Надо пробовать усовершенствовать камеру сгорания и заменю подшипники на керамические. Пока что разбирать и перебирать испарительную систему нет желания. Хочется поэкспериментировать с другими турбинами. То есть сейчас стояла вот такая. Также я ставил и вот такую турбину пробовал. В общем-то результат примерно одинаковый. Сильной разницы я не заметил, если честно. Хотя она скорее всего была. Подшипники легко и непринужденно вращаются. Что ему надо, непонятно. Почему не хочешь работать, дорогой? Получается, ребята, я так стремился, чтобы вот здесь ничего не расплавилось алюминиевого. Чтобы ничего не перегревалось. До такой степени я стремился, что вообще даже на выходе выхлопные газы не особо-то и хотели турбину раскалять до красна. То есть именно когда внештатная ситуация, то есть малые очень обороты компрессора, много топлива, только в таком случае оно раскалялось. Если все было в динамике, все на разгоне, ничего не хотело раскаляться. Значит сейчас план действий такой. Поставлю керамические подшипники. Это тоже одна из моих идей. Сделать полностью на керамике. Они не требуют в общем-то смазки. Держат огромные температуры. Но температур тут огромных не будет. Но вот такие вот подшипники я поставлю. То есть тут и обоймы керамические, и шарики керамические. Есть два подшипника. Буду пробовать. Если они разлетятся, значит эту идею мы не будем пробовать больше. Потому что они очень хрупкие. Но еще давайте снимем турбину. Посмотрим на вал. Вал имеет цвета побежалости. Так как он сделан из обычного черного железа. Гайка тоже потемнела. Турбина в прекрасном состоянии. Мы ее немножко перегрели, правда? Но она выжила, ребята. Она вот великолепно выглядит. Красота! По камере сгорания моя задача добиться, чтобы раньше наступало возгорание. Чтобы вот здесь тоже были цвета побежалости. Возле этих отверстий. Отверстие 1,7 миллиметра в диаметре я добавлю. Добавлю до 2 миллиметров. Рассверлю. Собираю все обратно. Камеру сгорания доработал совсем немного. Увеличил чуть отверстие с 1,7 до 2 миллиметров. Один ряд всего лишь увеличил. И заварил большую дыру от свечи. Поджигать будем через маленькое отверстие. Ну вот, ребята, шутки и закончились. Они уже второй день как закончились. Сейчас будем пробовать стартовать. Пушка заряжена. На этот раз стартовый стол немного посерьезнее. Сделал кнопку стационарную и запитал через аккумулятор. Модуль высоковольтного напряжения. Раскручивать буду по-прежнему, как и всегда, струей от компрессора. Примерно так. Моя задача вывести рано или поздно этот двигатель на холостой режим. Если это удастся, то скорее всего и набалтывать можно будет. То есть выводить уже на полезную мощность. Сейчас подогрею газ. Подогреваю вот таким относительно безопасным способом. На водяной бане. Основная цель нагрева поднять давление. Потому что трубки сделал очень тонкие. И с ними не запустится при малом давлении. Но оно и так под вопросом без кероса не должно запуститься. Потому что газ слишком слабый имеет энергию. Ладно, ребята, подключаем вот сюда и будем пробовать. Первая попытка в сегодняшнем дне. А так это уже где-то четвертая, пятая или шестая попытка в целом. Проверяем. Искра есть. Ее даже видно. Компрессор заряжен. Открываем газ потихонечку. Сейчас главное поджечь смесь. Искраем. Открываем. Встать. Посмотрим стенок. Продолжение следует... Надеюсь, вы заметили, что стало немножко лучше, чем в прошлый раз. Дольше мотор крутится, пока начнется перегрев. Он более-менее поддерживает на какой-то грани. То есть ему бы еще чуть-чуть набрать обороты и я думаю, вышел бы он все-таки на режим малого газа. Добавление жидкого газа ничего не дает, он начинает захлебываться. Видимо, для него это слишком резко. А может быть компрессор не может продуть много, чтобы раскрутить его сильнее. Не знаю пока, ребята, что с этим делать. Но как видите, турбина, пока все работает, все крутится, пока помогаю компрессором, турбина не перегревается. Ребята, только не пугайтесь, но я замутил еще одну тестовую установку. Теперь это выглядит вот так. Здесь у меня искра, здесь у меня баллон, здесь у меня вся обвязка. Ну а здесь керосиновый шестеренчатый насос и топливо. Развел немножко керосина с маслом. Также есть клапан запорный. Есть шим-регулятор для управления насосом. Есть крутилка, которой можно добавлять и убавлять мощность насоса. Также есть кнопочка, которой можно резко нажимать и насос начинает работать. Так, ну уже топливо прокачано, поэтому по бульбам не видно. В общем, цель моя очень простая, попытаться запустить на чистом керосине. Поджечь газом. Кстати, я трубку газа вывел прямо в камеру сгорания, вот так на скотче все это прилеплено. Уже перезарядил запальное устройство, потому что оно постоянно выгорает, ибо находится в камере сгорания. Процедура довольно сложная и нужно очень много рук. Боюсь, сам я не справлюсь. Нужно будет попросить помощника, который будет крутить вот эту вот крутилку и добавлять потихонечку напряжение на насос. Ну а я постараюсь перейти из газа на керосин вот этой кнопкой. Сначала прерывисто, а потом сделаю полностью нажим на постоянку. И по моим предположениям, мы должны выйти на чистый керосин. Просто нужно понять, будет ли он работать на чистом керосине либо нужно будет делать что-то еще. Итак, погнали, ребята, стартуем! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Нет, друзья, не запустился движок. Я полностью перешел на керосин. Крыльчатка была холодная. Даже ни капельки не раскалялась. Делаю вывод, что очень большая подача у компрессора. Турбина просто не может его провернуть. Слишком большая крыльчатка получается. Я вот не знаю теперь, что мне делать. Брать, доделывать движок, у которого меньше крыльчатка? Либо попробовать для эксперимента, раз уже здесь все налажено, выточить колечко с зауженным диаметром. Не знаю, поможет ли это мне или нет. Уберет ли нагрузку с компрессора, но хочется попробовать. Заужающее колечко готово. Примотал синей изолентой. Надеюсь, что ее магические свойства помогут запустить двигатель. ... ... Работает, ребята! Работает! Это победа, друзья! Накоптил я здесь. Подогрел баллон до 30 градусов. И со второй попытки двигатель заработал. Ребята, вышел на холостой режим. К сожалению, жидкочем, если поддавать, слишком маленькая камера сгорания, он вроде бы реагирует, но какие-то хлопки срывается пламя. Я думаю, если сделать более крупные форсунки, то он спокойно будет работать на газу в такой конфигурации. То есть мы вычислили, что было слишком много воздуха. Секунд 20-30 он работал на самоподдерживании. Крыльчатка была немножко красная. Если честно, не верится, что он заработал. Наверное, всему виной синяя изолента. А еще что интересно, что он работает без всякой смазки на керамических подшипниках. Сделал стенд из ЧПУ деталей, чтобы можно было в будущем измерять тягу. Я все-таки надеюсь, до этого дело тоже дойдет. А сейчас, ребята, сниму сопло и мы проверим, как оно будет стартовать в уличных условиях. На улице больше кислорода. Должно работать даже лучше, чем в помещении. Попробуем на более продолжительную работу испытать этот двигатель. Понеслась! Стартуем! Вот так оно работает, ребята. Видно неравномерность. Вот здесь неравномерность, видите? Больше топлива прорывается. Видно, что там нагрев очень сильный. Что-то с этим нужно делать, это нехорошо. Но работает само, ребята. Это уже большая победа. Поехали! Вот так. Вибрации вообще нет вибраций. Я не ожидал, что так быстро получится. Моща, конечно, не так, как у больших двигателей, но тоже поливает зачетка. Снял двигатель. В следующем видеоролике буду его разбирать. Какая-то здесь проблема с подшипниками. На оборотах они крутятся, но иногда приклинивают. Напомню, что они с чистой керамики и с ними может произойти все что угодно. Также будем добиваться в следующем видеоролике более стабильной работы камеры сгорания. Предполагаю, что кое-какие вещи я сделал неправильно, поэтому керосин не хочет разгораться. Ну и также нужно добиться равномерности. А еще нужно разобраться с этим кольцом с заужением. Если стало лучше из-за него, возможно, можно как-то подобрать конфигурацию, чтобы еще было лучше, чтобы было нормальное охлаждение сзади. Потому что как-то красновато она и все нормально вращалось. Выходило в стабильный режим малого газа. Кому интересно увидеть, что будет дальше, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok